Всем привет! Меня зовут Алена. Вы на канале Казевард. Сегодня я буду рисовать маленького хомяка с маленьким сердечком. И всех с наступающим 14 февраля! Для тех, кто в первый раз на моем канале, на заднем фоне, будут происходить какие-то манипуляции, либо крики-оры, поэтому не обращайте на это внимания. Внимание на экран! Разделю отрезок. Ну, такой, типа в голове отрезок у меня. Его разделю на три части. Вы можете нарисовать прямую, если вам так тяжело. И в первом отрезке я нарисую круг. Круг я буду рисовать от руки. Вы можете нарисовать его как угодно. Может быть, вам удобнее рисовать с помощью лекала таких кружочков. Либо нарисовать квадраты в нем, нарисовать круг. Ну, в общем, как вам будет удобно, так и рисуйте. Я рисую его от руки, поэтому это немножечко дольше, чем нарисовать с циркуля, например. Теперь я рисую треугольник. Он нужен мне для того, чтобы нарисовать щеки. Если у вас получится нарисовать щеки от руки, они будут, ну, так, относительно одинаковые. Если бы, конечно, рисунок был бы прямо, ну, то есть он бы не наклонял голову, тогда, конечно, можно было бы просто нарисовать ему щеки. Но так как он наклонил голову, это считается уже как бы некой такой маленькой перспективой. И поэтому мне нужно нарисовать треугольник, чтобы более четко понимать, где вообще щеки. Ну, и для тех, кто вообще любит всякие вот эти фигурки рисовать, почему нет. А слышали такую тему, что чтобы нарисовать рисунок, нужно разбить его на геометрические фигуры. Вот, разбиваем на геометрические фигуры. И та щека, которая как бы подальше, она меньше. Та, которая ближе, она больше. Ну, как бы, чтобы вы понимали. Сразу рисую уши. Уши тоже нарисовать легко. Они будут на пересечении линий от треугольника. То есть вот где они пересекаются, там будут уши. Можно чуть ниже нарисовать, можно чуть выше нарисовать. Но так как это хомяк, они расположены по краям. Не по краям, а по... Ну, с одной и с другой стороны, короче. Вот, сразу рисую ушки ему, чтобы они потом меня не отвлекали. И перехожу к телу. Тело у него будет такой... Как это? Такой неправильный овал. Вернее, или как он там? Прямоугольник со скотч, с округлыми краями. Или как он там называется? Короче, нам надо нарисовать такую бочку. Мне нарисовать надо, вам не знаю. Мне нарисовать надо такую бочку, чтобы она внизу немножечко закруглялась. Внизу я потом нарисую лапки маленькие. Ну, вот вы видели в начале видео сам рисунок изначально. Вот, внизу будут лапки. И сверху также я нарисую лапки, которые верхние, которые будут держать маленькое сердечко. Они как бы выходят и из-под головы, то есть там же где-то шея, вот в этом месте, да, под щеками. И вот там где-то будут отходить оттуда маленькие лапки. Вот, нарисую две такие культяпки сначала, посередине, потом маленькое сердечко нарисую. Чтобы оно там было. А вообще можно нарисовать вместо сердечка всё, что угодно. Можете нарисовать. Можно прифотошопить вообще своё лицо, да, и на открытку это всё дело прифигачить. Что-то меня это вот так насмешило. Там на сердечке ещё будут пальчики, маленькие пальчики. Рисуйте, если у вас не получается нарисовать пальчики. Ну, какие-то такие, знаете, более-менее нормальные. У меня раньше вообще не получалось рисовать никакие пальчики. Я рисовала просто большой палец. И вот типа как варежка, знаете. Просто вот пальцы такие, они вместе. И, ну, короче, не располосовывала их. И как бы, ну, рисовала вместо рук варежки. Вот так вот, скажем. И получалось вполне, кстати, прилично. Мне очень нравилось. И когда я научилась уже рисовать вот эти перчатки, мне не более так, ну, относительно, да, то у меня начали получаться и пальчики, собственно. Вот рисую я ему ещё внизу лапки, которые выглядывают из-под его такой толстой кожи, или как это назвать. Вот. Вот такие вот лапульки маленькие. Добавляю немножечко линии по краям. Ну, выравниваю, так сказать, его линию. Он-то как бы наклонен, поэтому у него с одной стороны немножечко выпукло, а с другой стороны, ну, не так, короче, выпукло. И добавляю ему ноги. Ну, не ноги, а где у него коленки-то? Он же когда сидит, у него как бы так вперёд выпирают, их очень не видно. И линия мне от локтя не нравится, я её тоже немножечко поправляю, чтобы было нормально. В этот раз мне немножко не понравилось, как я нарисовала колени, и я их сделала больше. Вообще, оригинальный рисунок, который я смотрела, у него вообще лапы в разную сторону смотрят, и у него немножко по-другому они нарисованы, сделаны. Я рисовала уже как я хотела. Я хотела, чтобы у него лапки были как бы внутрь, и он такой весь такой смышлёный, такой маленький, хорошенький такой хомячочек, держит такое маленькое сердечко, которое хочет поздравить свое любимое с 13 февраля. Кстати, напишите в комментариях, кто вообще празднует этот праздник. Он, как говорят, американский, типа они его придумали. Кто празднует, напишите. Я, например, не праздную. Не то, чтобы мне не с кем, просто не понимаю этого праздника. Но открытки иногда дарю. Приступаю к мордочке. Во второй половине круга я рисую как бы такой овал. Там будет нос и рот. Я рисую два глаза. Они будут не круглые, потому что они находятся по короям головы. Они будут овальные. Сам нос будет находиться посередине вот этого овала. И вниз отходит такая маленькая тоненькая полосочка, короткая, и разделяется на две части, то есть на щечки. Так, ну, в принципе, хомяк уже готов. То есть его уже можно будет раскрашивать, чем предпочтете нужным. Можно его раскрасить красками, карандашами цветными. Либо, если у вас есть еще что-то, можете этим тоже раскрасить. Например, постельные карандаши какие-нибудь, если есть. Вообще без проблем. Красьте чем угодно, лишь бы красиво было. Я его заштрихую. Вот. И перехожу к штрихованию. Здесь я уже ничего озвучивать не буду. Просто вставлю музычку и наслаждайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока-пока-пока ДимаTorzok